Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью» Библиотека Будущего. Как она выглядит и какие современные мультимедийные технологии включает? Говорим сегодня об этом вместе с заместителем главы администрации городского округа Пушкинский Еленой Панькиф. Елена Викторовна, добрый вечер. Добрый вечер. В округе за последнее время произошли два важных события, связанных с библиотечной системой. Это празднование 95-летия Пушкинской Центральной Библиотеки и открытие модельной детской Ивантеевской Библиотеки. В округе уделяют большое внимание библиотекам, не так ли? Да, все верно. И действительно, как вы правильно сказали, этот месяц у нас богат на мероприятия, посвященные нашей библиотечной сети. Осетия у нас действительно большая, мы этим гордимся. И одним из знаковых праздничных событий стало 95-летие Пушкинской Библиотеки. Конечно, 95 лет — это огромный, весомый и значимый возраст. Сейчас за это время библиотека пережила много реформаций, но с каждым годом она становилась все ярче, все насыщеннее, все интереснее. Я думаю, в библиотеке именно ее возраст является ее красотой, потому что с каждым годом пополняется ее история. И в первую очередь, конечно же, книжный фонд, который несет еще более важную... Главную цель — это приобщение людей к знаниям, приобщение людей, в первую очередь, конечно же, к книге. И сейчас он создается огромное количество возможностей для привлечения все большего количества читателей. И для этого создаются всевозможные платформы и площадки. Благодаря Министерству культуры и туризма Московской области и команде губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, мы активно принимаем участие во всех программах, которые сейчас действуют у нас в Московской области. Но забегая немножечко вперед, об одной из них мы уже анонсировали, что мы выиграли проект, успешно его реализовали в Ивантеевке, создав модельную библиотеку. А если мы говорим о Пушкино, то в этом году мы уже открыли библиотеку из средств муниципального бюджета. Она стала такой же современной и модельной. И ретингуется у нас в муниципалитете как современная модельная библиотека, созданная за счет муниципальных средств. Поэтому для нас это тоже очень важно. И в первую очередь, конечно, это важно для наших жителей, которые благодаря таким реформациям получают новые площадки, новые возможности. Особенно это становится привлекательно для самых юных читателей, для которых создаются новые яркие помещения, приобретается красивая мебель, появляются новые мультимедийные устройства. И это не только речь об Ивантеевской библиотеке, но и также и для Пушкинской. Потому что в этом году мы не остановились ремонтом на библиотеке Национовской, о которой я говорила немножко выше. Мы продолжаем эту работу, модернизируем, обновляем наши библиотеки. Сейчас у нас завершается ремонт в филиале Правдинской библиотеки. Мы ее также делаем современной модельной библиотекой. В ближайшее время планируем приобрести современную мебель, чтобы и у жителей поселений нашего городского округа была такая же возможность приходить в красивую, яркую, интересную и насыщенную библиотеку. Планы действительно большие. Еще хотела бы поговорить немного о Центральной Пушкинской библиотеке. Она сейчас стала не просто библиотекой в том значении, к которому мы привыкли. Это пространство, в которое можно приходить, общаться, смотреть картины, какие-то работы. Все это приукрашает библиотеку, действительно? Да, именно так. Библиотеки уже отошли от своего устоявшегося канона. Как у большинства жителей остается представление библиотеки, что это место, куда можно прийти, взять книгу, либо единицу почитать, либо просто забрать ее домой и дома уже почитать. Сейчас библиотека – это уже немножечко другой формат. Это, во-первых, такой комплексный образовательный центр, современный, модернизированный, куда приходит не только, чтобы взять какой-то понравившийся экземпляр, туда можно прийти поиграть, если мы говорим о детях. Туда можно прийти позаниматься, получить какие-то образовательные услуги, туда можно прийти поработать. У нас практически во всех библиотеках есть доступ к бесплатному Wi-Fi. И у нас организованы рабочие места, где можно прийти, получить доступ в интернет, к национальной электронной библиотеке, бесплатный доступ к базе ЛитРЭС. А также ребята могут прийти и просто получить информацию для выполнения домашних каких-то работ, подготовки к ОГЭ, к ЕГЭ, ну или просто подготовить реферат. Елена Викторовна, вы уже упоминали о том, что обновляется фонд библиотек. Что можно сказать о Центральной Пушкинской библиотеке? Центральная Пушкинская библиотека насчитывает более 400 тысяч книжных экземпляров. И количество посетителей за прошлый год состояло более 40 тысяч человек. И с каждым годом фонд книг обновляется. Все это, как я говорила, благодаря национальных проектов культуры. Мы принимаем ежегодно в нем участие. В нем финансирование осуществляется не только за счет областного бюджета, а также за счет и местного бюджета. И каждый год все наши библиотеки – Ивантеевская, Пушкинская и Красноармейская – обновляют свой книжный фонд. Где-то это книги, которые уже уветшали и требуют замены, но тем не менее они остаются востребованы популярно у наших читателей. Но и также мы приобретаем новые, современные, интересные книги, на которые мы получаем запросы от наших читателей. И сейчас у наших жителей, я думаю, многие об этом не знают, кто давно не посещал библиотеку. Я с удовольствием пользуюсь случаем, приглашая всех жителей нашего городского округа во все наши библиотеки, которые действуют у нас в округе, прийти и посмотреть. Я думаю, вы будете приятно удивлены, что библиотеки не только художественная литература, она, конечно же, есть, обязательно будет и будет обновляться. И она всегда будет в наших библиотеках. Но там есть и современные экземпляры, современные книги, которые читатели, жители хотят почитать. И в большинстве случаев они идут в магазин, приобретают книгу, один раз прочитали, и потом она пылится на полке. Но, к сожалению, сейчас стоимость книг рыночная, конечно, не очень радует жителей. Не каждый может себе это позволить. А в библиотеке есть возможность прийти, получить книгу, почитать и сделать это можно абсолютно бесплатно. Огромное количество современной литературы, энциклопедий, всевозможных детских книг интересных. Но я думаю, я об этом попозже расскажу. Обязательно. В Ивантеевской библиотеке, в которой у нас огромное количество новых книг. 40 тысяч посещений вы упомянули. Это действительно, на мой взгляд, колоссальное количество посещений. Мне кажется, это в том числе заслуга коллектива. Потому что я знаю, что коллектив – лауреат премии губернатора нашей области, премии нашей Подмосковья. Расскажите, пожалуйста, немножечко про коллектив. Да, действительно, у библиотеки за 95 лет ее существования есть огромное количество наград всевозможных как у учреждения, так и у сотрудников библиотеки. Потому что 13 сотрудников библиотеки стали обладателем премии губернатора Московской области, нашей Подмосковья. А также в 2022 году один из сотрудников библиотеки стал победителем в номинации «Лучший библиотекарь» в конкурсе «Лучший по профессии». И, конечно же, все результаты и благодарные отзывы наших читателей, посетителей – все это заслуга коллектива. В библиотеке нет посторонних людей, это те люди. У большинства из них, я буквально недавно встречалась с коллективом, у большинства из них единственная запись трудовой книжки. Они пришли туда по зову своему сердца, это их призвание. И они работают там с удовольствием, с полной отдачей, идя в ногу со временем, несмотря на все те модернизации, которые сейчас происходят. Они идут масштабно, колоссально. И те сотрудники, которые многие годы там работали, конечно, в первое время для них это было немножечко, может быть, даже странно и страшно. Но сейчас они понимают, что это действительно было необходимо, что это надо было сделать. И сейчас все с удовольствием приходят на работу, тем более, видя обновленные пространства и видя огромный фонд наших книг, с удовольствием работают, общаются с нашими читателями, предоставляют новые услуги, потому что все, что работает в наших библиотеках, конечно, это дело рук наших библиотекарей, наших специалистов, руководителей и методистов. Лена Викторовна, ну, конечно, хочется поговорить об открытии модельной библиотеки детской в Ивантеевке, потому что действительно, когда туда приходишь, ощущение вау. Это касается абсолютно всего. И недаром библиотека называется модельной. Вот что это значит модельная? Модельная библиотека — это новый формат, о котором я уже немножечко упомянула. Это современное пространство, современная точка притяжения, образовательный центр, комплекс услуг, который сейчас предоставляет библиотека. Помимо внешних преображений, это яркие стены, новая мебель, новое оборудование, которого у нас появилось огромное множество, которое уже притягивает жителей, детей и взрослых, потому что оборудование не только для детей, не только для одной группы населения. Модельная библиотека устроена так, чтобы привлечь максимальное количество жителей. Если мы говорим о библиотеке в Ивантеевке, то это, конечно, детская библиотека. В 2021 году библиотека стала победителем конкурса на создание модельных библиотек. Наша библиотека стала 13-й в области. В этом году мы стали завершающей библиотекой, которая реализовала этот проект. В следующем году предстоит реализации еще четырем округам в реализации этого проекта. Ну а мы уже с гордостью можем заявить, что мы работаем. У нас появилось пять пространств, пять зон. То есть это не просто стеллажи с книгами. Это пространство стало, во-первых, мобильное. Все стеллажи передвигаются в зависимости от того мероприятия, или необходимости, в котором нам надо. Но на данный момент это зоны тихого, спокойного отдыха, где можно взять, посидеть, полистать книгу, ознакомиться с ней, либо просто почитать. Это зоны для проведения мероприятий, для проведения каких-то активностей, потому что сейчас их, благодаря и модернизации, появилось огромное возможности, огромное количество. Я тоже немножечко попозже подробнее об этом расскажу. У нас появилась Intel-зона, где у нас оборудованы компьютерные места, где есть доступ в Национальную электронную библиотеку, в Литрес, где можно получить доступ в интернет, прослушать аудиокнигу. Все это также предоставляется абсолютно бесплатно. У нас появилась большая интерактивная панель, где ребята могут сами заниматься. У нас появились новые кружки. У нас появились кружки 3D-моделирования, благодаря приобретенному новому оборудованию, потому что у нас появилась творческая лаборатория. У нас появился 3D-принтер. У нас появился хромокей. И теперь наши ребята могут заниматься 3D-моделированием, разрабатывать свои проекты. И так как сейчас наши дети хотят... Ну, они уже привыкли к тому, что они хотят быстро получать результат. Уже ребятам становится скучно, когда я им говорю, давайте мы будем с вами 3 месяца ходить, обучаться. Сначала рисовать, потом чертить, потом мы перейдём к компьютеру. У детей они сейчас немножечко по-другому устроены. Они видят всё современное, всё быстро. Им хочется сразу всё получить, потрогать. А здесь у нас как раз все возможности для этого есть. Ребята сами придумывают, сами разрабатывают, всё делают собственными руками. И тут же получают уже свой продукт, распечатанный на 3D-принтере, объёмную модель. То есть, конечно, их это привлекает. И это очень интересно. Я думаю, не только детям, но и взрослым. Поэтому, пожалуйста, приходите на Шувантеевскую библиотеку, посмотрите, как это всё выглядит наяву. Ну и, конечно, хромакей. Это для тех, кто не знает, немножечко поясню. Это выглядит как большое яркое зелёное полотно, на котором ребята снимают свои сюжеты, мультфильмы, какие-то проекты, клипы. Тоже они придумывают их сами. У нас есть специальное оборудование, программное обеспечение, на котором они монтируют свои сюжеты, делают озвучку, и в результате получается такой клип, ну, либо ролик. Действительно, точка притяжения, как вы сказали, хочется туда прийти и просто посмотреть, полюбоваться. Расскажите, пожалуйста, ещё о кружках, которые там будут действовать, потому что клубы, кружки, секции. Кто может туда записаться, прийти и бесплатно ли это? Сейчас, после реализации проекта, у нас открылась запись ещё в 14 кружков. Так как это библиотека модельная, конечно, большинство кружков всё-таки направлено на детскую аудиторию. Там у нас огромное направление, и английский язык, и подготовка к школе, как я уже сказала, 3D-моделирование, сценаристы, мультипликаторы. Есть у нас и профильные направления по запросам наших жителей, это и встреча с психологом, это разговоры о важном, это семейные встречи. Обо всём этом вы можете поподробнее узнать на сайте нашей библиотеки, либо просто прийти в нашу библиотеку, и вам, конечно, обо всём расскажут наши методисты и специалисты. — Замечательно. Но отдельно хочется и нужно поговорить про оформление библиотеки. Одна стена с фамилиями классиков русской литературы «Чего стоит?». И я знаю, что идея принадлежит одной из сотрудниц библиотеки, то есть муниципалитет, строители прислушивались к мнению коллектива, уважительно отнеслись к этой идее, к каким-то правкам. — Да, действительно, основная идея разработки концепции, потому что всё-таки реализация проекта была основана на утверждённой концепции, мы разрабатывали её и согласовывали с министерством, но всё-таки идея создания этого проекта принадлежит сотрудникам библиотеки, все они очень творческие, инициативные, профессионалы своего дела, которые тоже очень любят свою работу и радеют душой, что говорится. И у них появилась такая идея не оставить без внимания наших известных мультипликаторов, которые живут и родились у нас в городе Ивантеевке. Это Дуров, Носарев, Никитин. Я думаю, что все знакомы с творчеством Леонида Носарева. Это авторы всем известного Антошки. И именно этот мультфильм стал основой для создания концепции и цветовой гаммы, и наполнения его, потому что вся она исполнена в жёлто-оранжевых цветах. И картинки, иллюстрации из мультфильмов также изображены в фойе, в коридоре библиотеки. И также у нас в коридоре установлен электронный билборд, в котором ребята могут просмотреть мультфильмы наших мультипликаторов и, конечно, узнать о книгах, которые находятся в нашей библиотеке. Можно даже не заходя в само помещение библиотеки зайти в электронный каталог, найти необходимую книгу, полистать её, изучить, что именно вам необходимо, зайти в библиотеку и получить её. Ещё немножечко хотела уточнить по поводу получения самих экземпляров книг, потому что все книги сейчас оснащены радиоэлектронными датчиками, и каждый из читателей, приходя в библиотеку, получает электронный читательский билет. Я думаю, что для юных читателей это будет ещё более привлекательным, потому что каждый из них получает именную собственную пластиковую карту, с которой он приходит в библиотеку, она сканируется, и у библиотекаря уже есть полная информация в электронном виде, никакая книга на руках у читателя, что он сейчас хочет взять, и книги также сканируются, и мы имеем эту полную информацию. То есть мы уже отходим от бумажных носителей, от картотек и переходим в электронный формат. Фонд библиотеки. Мы уже затрагивали этот вопрос. Все книги в библиотеке новые, просто разбегаются глаза. Да, вы всё верно заметили. Сейчас в детской библиотеке практически нет ни одной устарелой книги, так скажем, потому что в рамках проекта модернизации библиотек, эффективной библиотеки, были приобретены 4000 экземпляров новых книг, и сейчас просто радуются глаза, заходя в библиотеку, потому что все книги яркие, новые, современные. Для детей, конечно, это очень заманчиво, и хочется взять, посмотреть, полистать. Ну и, конечно, самое главное — почитать, потому что в библиотеке, несмотря на все те возможности, которые сейчас предоставляет библиотека, самым главным, конечно, остаётся эта книга. Это её сердце, душа, и основная задача, о которой я уже говорила, к библиотеке — это приучить, полюбить детей и взрослых читать, полюбить книгу, научиться мыслить и фантазировать. Книги сейчас у нас очень яркие, интересные, и многие из них с 3D-эффектом, то есть дети открывают их, видят уже голографические какие-то изображения, и всё это привлекает всё больше наших читателей. Ну и, конечно, притягательно в библиотеке то, что там работает дружный, замечательный коллектив. Тоже не могу не упомянуть сотрудников библиотеки, ведь это же тоже важно для общей атмосферы. Конечно, библиотека не сможет работать и наполниться, если в ней нет хорошего коллектива. И самое главное, конечно, это дружественная атмосфера, о которой вы говорили, которая должна царить в библиотеке, потому что когда ты приходишь, хочется, конечно, увидеть в ответ улыбку и добрые глаза сотрудников, которые тебя встречают. И тогда хочется возвращаться вновь и вновь. Хочется, конечно, поблагодарить коллектив Ивантьевской библиотеки за успешную реализацию данного проекта. Все работы выполнены были в срок, и уже на открытие к нам приезжал заместитель министра культуры и туризма Олег Николаевич Дитьков. Он по достоинству оценил выполненные работы и, конечно, поблагодарил всех наших сотрудников, которые принимали участие в этом проекте. Ну что ж, Елена Викторовна, подходит к завершению наш эфир. Что еще библиотеки нашего округа ожидает в ближайшем будущем? Вы уже вкратце пробежались об этом. Ну, еще раз для наших жителей, чтобы они помнили, знали, что об их библиотеках не забывают. О библиотеках, конечно же, не забывают. Нас впереди еще ждет огромное количество проектов, в которых мы, безусловно, всегда принимаем участие. Мы обновляем книжные фонды, мы обновляем внешний вид наших библиотек, мы приобретаем новое оборудование, мебель, мультимедийные устройства, мы обновляем формат работы библиотеки, создаем новые кружки, направления, экскурсии, отзываемся на все запросы наших жителей. Поэтому те, кто давно не был в библиотеке, приглашаю вас всех в библиотечные сети нашего округа, в Ивантиевскую централизованную библиотечную систему, в библиотеке Пушкина, в филиалы библиотеки Пушкинской в поселениях. У нас 25 филиалов Пушкинской библиотеки, 4 пункта книговыдачи. Это огромная библиотечная сеть. И, конечно, библиотека Красноармейская. Приходите, читайте, вдохновляйтесь, будем всегда рады вас видеть. Спасибо, Елена Викторовна, что пришли к нам и рассказали о том, какие замечательные у нас библиотеки в округе. Спасибо. А я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня была заместитель главы администрации городского округа Пушкинский Елена Панькиф. Спасибо, что смотрели нас. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»